Добрый день, друзья! Мы продолжаем нашу Одиссею, но в нашей Одиссеи мы решили сегодня с Андреем Олеговичем Боумейстером сделать небольшую остановку. У меня зовут Владимир Соловьев, я напомню. Остановку для того, чтобы рассмотреть, к чему же мы сейчас пока пришли, как мы к этому пришли. Мы здесь сегодня обсудим методологию самого подхода к материалу, как мы готовимся. Для того, чтобы вам было понятнее, откуда мы это все берем, и как мы умудряемся такие обширные темы помещать в какое-то понятное и малое достаточно количество времени. Я надеюсь, что эта методология, которую мы используем, она поможет и вам. А во второй части беседы сегодняшней мы рассмотрим некоторые вопросы, которые возникали у зрителей по ходу просмотра наших предыдущих эфиров, и мы на эти вопросы ответим. Что, Андрей Олегович, приступим? Да, и сразу хочу сказать, что я благодарен за комментарии, к нашим видео много комментариев, и я, во-первых, могу разделить это на несколько категорий. Некоторые люди благодарят, нам очень приятно, некоторые критикуют, нам тоже очень приятно. Хотелось бы больше предметных вопросов. Там были очень конкретные вещи. Дополняют нашу литературу, это важно. И задают вопросы. На вопросах конкретных хотелось бы больше, чтобы мы вместе с вами, не только с Владимиром, но и с кругом, уже достаточно широким наших зрителей, строили бы более богатые, разнообразные картины. Поэтому ваши вопросы и ваши замечания и дополнения, содержательные, подчеркиваю, они дополняют нашу картину. Да, эти вопросы, к тому же, они часто позволяют понять, куда двигаться дальше, потому что, когда ты сидишь и думаешь один, у тебя один путь, и он достаточно узок. Когда разговариваешь вдвоем, этот путь расширяется. Но когда вокруг рождается дискуссия из десятков людей, то тогда, возможно, задаются те вопросы, о которых ты сам просто не подумал, увлекшись какой-то одной узкой темой. Так что это очень действительно важно. Да, и сначала поговорим о методологии. Давайте, Андрей Олегович, как подходить к материалу. Как вы подходите, я вас буду дополнять, как я подхожу, потому что у вас опыт колоссальный в этом плане. По подготовке каких-то таких лекций, вроде как достаточно узкотематических, но которым нужно подобрать, действительно, перекопать десятки книг, может быть. Я бы подошел вначале с такие два очень маленькие введения. Иногда я слышу, и нас критикуют за то, что мы не профессиональные историки, и, соответственно, беремся не за свое дело. Еще раз хочу подчеркнуть, что мы исходим из истории как пространства или способа обучения мышлению. Более того, история, она вписана в жизнь каждого человека, потому что человек проживает свою жизнь и впервые приходит к каким-то смыслам и целям, если начинает видеть свою жизнь как разворачивание сюжета, как связывание событий. Если спросить каждого из нас, вот ты прожил день, с тобой случилась какая-то история, ты прожил это как некий осмысленный ряд событий, и что такое твой день? Ты выпил чашку кофе, это событие? Ты прошел, вышел на прогулку, это событие? Ты взял книжку, почитал, с людьми встретился, в офис пошел. Когда это становится историей? Когда все эти события осмысливаются, исходя из каких-то важных ценностей, смыслов, которые мы выстраиваем. Поэтому мы назвали свои беседы «Одиссей в поисках смысла». Как человек ищет смысл, учась связывать события своей жизни в биографию, точно так же и история человечества. Она учится, человечество учится понимать себя, рассуждая на своей собственной истории. И в связи с этим возникает другой вопрос. А что такое история, как она пишется? Потому что наша беседа, они тоже в каком-то контексте находятся. И если мы спросим о том, а что такое история, история как наука, история как построение, конструкция, то на этот вопрос нет однозначного ответа. Это первое мое возражение. Те, кто критикуют нас за то, что мы не историки, они должны ответить на вопрос, а что такое история? Ну понятно, что история — это то, чем занимаются историки с дипломом. Но никогда так не было в истории, потому что вначале это слово «история» означало просто исследование. Например, у Аристотеля есть трактат «История животных», даже есть старые русские переводы такие. Но на самом деле это исследование животных. Когда пишет Геродот свою историю, он не знает, что он историк. Он в русле философии досократиков, он пишет исследование. Только исследование, связанное с какими-то важными, значимыми событиями. И когда Фукидид пишет свою историю, опять это он не называл ее так, это просто исследование, то речь идет о том, в каком, под каким фокусом смотреть на ряд событий. И уже древние авторы, начиная от Геродота, Фукидида, начинают различать два направления. История как сами события, res geste, то есть то, что происходило. И история как рассказ об этих событиях. Ведь это же разные вещи. Сами события, вот возьмем какое-то происшествие или детектив, и выстраивание этих событий, связывание этих событий. История не тождественна тому, что произошло, это понятно. История — это рассказ. А поскольку происходило слишком много всего, возникает вопрос, какие события мы рассматриваем как значимые. Это первая интеллектуальная операция, развлечение важного и второстепенного, определяющего и какого-то вторичного. И когда мы идем дальше, я сейчас попытаюсь завершить очень быстро это развитие, мы видим, что и средневековые анналы, кто писал историю, это монахи в монастырях. Вот эти анналы, о чем они? Это часто фиксация каких-то переговоров, торговых отношений, каких-то событий. В первую очередь событие, как некая глобальная вещь, она возникает только после просвещения, в XIX веке. Такие немецкие авторы, как Ранке, Дройзен, впервые ставят этот вопрос методологически. Как писать историю? История писалась на минуточку с V века до н.э., а анналы еще древнее, только в XIX веке, ну как всегда в истории человечества. Ставится вопрос, как писать историю? И вопрос оказывается не таким простым. Я бы здесь сравнил нашу работу с журналистским расследованием, потому что есть специалисты, которые изучают вопрос, а есть журналисты, которые этот вопрос должны изложить доходчиво, последовательно, выбрав главные точки, создав некоторые сюжетности. Мы в этом плане, вот здесь, как журналисты, делаем исследование истории. То есть не занимаясь самой историей непосредственно, мы делаем исследование истории и ее изложение в том виде, который нам сейчас кажется наиболее полезным даже. Потому что я бы тут говорил не только о истории, как о чем-то, что изучает факты, и эти факты не могут быть никак изменены, а о чем-то, что, безусловно, носит и некоторый моральный, этический подтекст. Не только моральный, этический подтекст. Я тут в связи с этим упомяну три узловых пункта. Первое — это в европейском словаре нашей философии есть статья, которая называется «История». Я ее очень рекомендую. Она написана Артогом и Вернером, двумя авторами. И здесь дан обзор от античности, от греческих авторов до современных дискуссий. И там приводится интересная цитата из Винкельмана. Винкельман — это историк греческого искусства, античного искусства, греческого и римского. И в «Видении», а это 1764 год, история как метод изложения еще не прописана. Фактически они идут путем такого на ощупь. И вот там он в предисловии пишет, что его намерение изложить не просто перечень событий, а у него намерение предложить некую систему обучения. И здесь в немецком тексте это звучит так. «Einen versuch», то есть попытка, «eines Lehrgebäudes zu liefern». «Lehrgebäude» — это такое здание обучения. Это некое строение, которое учит учить, учиться, учит обучаться. И это очень примечательно, что именно Винкельман — это Geschichte der Kunst der Altertums, история искусства древности, делает акцент именно на намерении обучения. Это прямо соответствует мною часто цитируемой фразе, что история учительница жизни. И, соответственно, возникает проблема не только перечня фактов и событий, а ответ на вопрос, чему мы можем научиться. Туда ведь включены и ценности, и намерения, и смыслы, а они не являются историческими фактами. Здесь мы попадаем в ту же сферу, что в историю науки, например, в философию науки, в естественную науки. Ведь если историк рассматривает свой труд, и это очень важно, мы с Владимиром это подчеркивали, как тщательное собрание всего археологических данных, там, нумизматика, сопоставления, тексты, за этим всегда есть опасность потерять то, что не является этими фактами. Например, когда мы говорили в первых наших беседах о Геобекле Тепе, например, и рассматривали книгу «Они строили первые храмы», мы видели, как работает археолог. Он очень аккуратен. И, в принципе, история могла бы быть описана так. Этот сказал это, была чеканена такая монета, было куплено столько-то лисьих, там, не знаю, шкур, вот здесь сколько-то убито на поле боя. Вот представим себе историю фактологическую 20 века. Что бы мы описывали? Например, Первую мировую войну. Мы бы описывали количество танков, все эти, как бы, количество войск, когда кто что сказал, какую команду, сколько было леса и так далее. В общем, такого описывают. Профессиональные историки, они этим и занимаются. И потом очень обижаются, если кто-то там перепутал количество танков с количеством грузовиков и говорят, что вы совсем нам все исказили. Хотя я считаю, что за этим всем таит. Это же, да, и мы еще раз подчеркиваю, мы уважаем труд профессиональных историков. Это чрезвычайно важно, уточнять данные, сравнивать их между собой. Но поскольку мы не, мы смотрим с другой стороны, у нас другой вопрос. Если история только вот эта, тогда непонятно. Ну, например, во Второй мировой войне, где были силы, чьи были ценности? Вот победила хорошая сторона или плохая? А как возникли военные конфликты? Почему началась Вторая мировая война? А ее последствия? А как она сказывается сегодня в истории человечества? А как мы можем оценить те или иные решения? Вот все эти вещи, оценки, смыслы, развлечения какие-то нормативные, ценностные, они не являются фактами историческими. Вот в чем проблема. И когда мы устраиваем этот нарратив, мы должны спрашивать не только о том, что произошло и какие были факты, и сколько танков или, не знаю, там, пушек, а почему все это началось, какие силы это запустили, какие идеологии, какие философии, какие теории, какие ценности пришли в движение. За танками стоят ценности, за пушками стоят смыслы. Да, я бы здесь привел еще такой пример, что есть такое выражение, знаете, самоисполняющееся пророчество. Это когда, например, известный экономист пророчит падение рынка, и на завтра он падает, потому что известный экономист его напророчит. Так вот и здесь тоже, когда известная, какая-то уважаемая личность, к чьему мнению, и чьим исследованиям относятся очень серьезно, например, начинает трактовать историю, то эта история, она начинает складывать, она начинает формировать настоящее иначе. И поэтому мы видим, что очень часто история является таким политическим инструментом, и какая-то сила, если приходит к власти и хочет себя легитимизировать, она в первую очередь берется за историю. То есть она меняет историю, меняя прошлое, меняет настоящее. Хотя мы, конечно же, мы понимаем, что факты там практически не меняются, то есть вот там откопали столько-то камней, там откопали столько-то камней, там столько-то кувшинов. Мы просто на то меньше смотрим, на это больше смотрим, говорим, что была такая-то культура, и мы здесь уже очень древний народ. А другие говорят, нет, вот те же кувшины. не будем рассматривать. Пишем целую книгу о том, почему древний народ исходя из этих камней или исходя из тех... Мы можем визуальный такой пример привести. Это важно, это третья вещь, которую я тоже хочу сказать. Но в данном случае, когда говорят, а можно ли выдумать историю? Ну вот, например, мы хотим создать новое государство, Украину или Беларусь. Как можно выдумать историю? Историки скептически смотрят с таким прищуром, ведь мы же не можем выдумать события и факты. Ответ может быть таким. Нет, события и фактов слишком много. Во-первых, каждое событие и факт может быть истолковано в виде... В другой целостности. То есть, если мы их поставим в другой контекст, эти факты и события заиграют новыми цветами. А с другой стороны, этих событий и фактов так много, что мы можем одни события отодвигать на задний план и вообще замалчивать, а другие вырывать на передний план. И выстраивать свою историю, исходя из тех событий и фактов, которые мы отбираем как важное для нашего повествования. Например, для национальной независимости Украины. А другие факты замалчивать или отрицать. Поэтому нет, фактов событий много, но стоит очень важная задача. Почему именно эти факты мы ставим в голову угла? Почему их считаем значимыми? И почему их нагружаем именно такими оценками? А для историка, не все историки имеют философское образование или гуманитарное, вот в смысле таких вещей, как теории смыслов, не всегда заметно, историк не всегда замечал, сейчас есть много таких историков, что замечают, но раньше историки не всегда замечали те когнитивные установки и ценностные установки, которые ими двигали. И возникает забавная вещь. Историк искренне верит, что он позитивист, он верен фактам, и ничего, кроме фактов, на самом деле ценности запрятаны в каждой запятой. Но он о них не знает, не догадывается. Я бы тут пример привел такой, как недавнее, когда мы с вами говорили о строительстве пирамид в Египте, для человека или историка, который не решился или не хватило таланта, или не хватило ему в то время еще широты знаний, да и исследований, он решил, исходя из своего 19 века, подумать, например, о том, а как можно было заставить 50 тысяч человек строить пирамиды. Ну, конечно, это только силой, только если в рабство их загонять или стоять над ними с палкой. Представить себе, что, например, египтянин, обычный крестьянин, мог считать, что это его долг, египтянина, человека этой профессии, идти служить и строить, для того, чтобы в следующей жизни у него было все благополучно. Вот это как-то не рассматривалось. Ну да, это пример ценностей, мотиваций и смыслов. Хотя это все ставить ног на голову вообще, общество совсем другое становится. Это очень удачный пример. И у нас был, кстати, вопрос. Один из вопросов, хотя мы будем позже рассматривать, но он как раз в контексте ваших рассуждений. Например, отец Гаргоний, ну, это ясно, что псевдоним, он иронически задает вопрос, что идея разделения мира с помощью китайской стены, она романтична, красива, но это слишком, не слишком ли это дорого, не слишком ли это затратно. Опять же, человек рассматривает этот факт с точки зрения современной теории экономического развития, когда считается, что затратно, что нет, окупится ли, нет, принесет ли это прибыль или нет. Люди того времени затрачивали, например, когда в Византии строился храм Святой Софии, мы еще придем к этим событиям, то было затрачено так много золота, серебра, мрамора, было взято сколько денег из казны, что просто фактически чуть не разорилась могущественная империя. Их не интересовал вопрос, окупится это или нет, не слишком ли это дорого создавать такой храм. Вот это опять же пример того, что человек 21 века в теории, скажем, в контексте экономической выгоды рассматривает события исторической давности, к которой люди не мыслили этими категориями. Да, приведу еще совсем такой близкий и бытовой пример. Если бы мы наблюдали за детьми, как за вот такими, знаете, мы наблюдатели такие, дроздов такой, который сидит за животными, рассказывает, как живут дети. И он бы видел, как ребенок вечером ложится в постели, весь укрывается с одеялом, так, чтобы у него ничего не торчало, и он бы заключил. Одеяло для тепла, ребенок закрывается одеялом, потому что ему холодно, чтобы ему было тепло. А потом бы мы открыли ребенка, казалось, что ему там жарко, и мы бы думали, почему-то закрывается одеялом. Если бы не знали психологию ребенка, что он боится монстров, он знает, что если там ногу высунет, то есть под одеяло из-под кровати может вылезти какое-нибудь страшное существо и схватить его за эту ногу. Не зная психологии, мы бы сделали совершенно иной вывод, исходя из факта, по сути. Факт, ребенок закрывается одеялом, да, конечно, значит, ему холодно. Хотя посыл, может быть, совершенно иной. Мы не поймем просто поведение этого ребенка, как не поймем поведение целого народа, если не будем знать их внутренних посылов, а внутренние эти посылы, они рождаются, эти внутренние мотивы вместе с религиозными воззрениями, с духовными воззрениями гораздо более, чем с простыми бытовыми желаниями кушать, безопасности, размножаться и так далее. Ну да, и завершая этот наш первый такой шаг, и важно спросить здесь. Мы открыли, особенно в первых наших, в каждой из наших бесед, для себя открыли, мы не претендуем на великие открытия, что такие смыслы, ценности, религиозные представления, они мотивируют на создание вообще главных явлений цивилизации, на строительство громадных храмов, создание городов, создание культовых сооружений, возникновение языка, возникновение иерархии. Тогда возникает вопрос, а что первично? Мы говорили о старой парадигме примат экономики. Видите, когда это родилось, ведь марксизм, когда и возникла экономическая теория. Примат экономики, в начале экономика, потом идеи. Мы обернули картинку с другой стороны, умкерунг. Мы сказали, что в начале идеи и ценности, скорее всего, экономика является побочным продуктом или следствием таких революционных интеллектуальных и культурных сдвигов. Но, конечно же, это опять определенная спекуляция. Доказать это трудно. Мы можем только наблюдать, как в начале мотивы и смыслы создают великие пирамиды, книги, тексты, явления культуры. Но это тот пример, что Одиссея в поисках смысла как-то раз пытается искать моменты и контексты зарождения этих новых смыслов. Почему возникли эти ценности? Почему возникли эти представления? И мы будем и в дальнейшем в наших беседах внимательно расследовать вот это возникновение, развитие и влияние одних смыслов на другие. Хорошо, давайте тогда перейдем к методологии. Да. подготовки, потому что здесь нужно сказать, что действительно меня спрашивали зрители в Фейсбуке, задавали вопрос, как вы умудряетесь столько данных обработать для того, чтобы дать какую-то связанную картинку. К тому же мы это делали достаточно часто, раз в три недели, и там, соответственно, нужно было обрабатывать действительно огромное количество данных и фактов каких-то, чтобы из них создать некоторые сюжеты. Здесь, я думаю, Андрей Олегович, начнет к тому, что вы об этом уже не раз говорили, о том, как готовить лекции. У вас колоссальный опыт подготовки лекций, естественно, а, как я уже говорил, подготовка лекций это всегда работа с огромным количеством материала, для того, чтобы материала, для того, чтобы уложить его в какой-то полчаса, 45 минут, 2 часа. Как вы здесь к этому подходите? Здесь мы можем рассмотреть это как некоторые алгоритмы. Я вошел в эту реку не от хорошей жизни, потому что каждый человек, развиваясь спонтанно, естественно, без внешних каких-то вызовов, он не склонен сам по себе брать и делать подобные вещи. Он не знает своих ресурсов. Вот первая хорошая новость. То, что делаем мы с Владимиром, может сделать каждый из вас. Секрет в том, какие цели, что вы хотите и какие ваши интересы. У меня маленькая предыстория, это началось именно с того, что я стал преподавать еще на первом курсе аспирантуры. Это институт Фомы Аквинского. Когда я пришел в Могилянку и в Университет Шевченко, мне давали читать совершенно разные дисциплины. Их было много, и они отличались по содержанию друг от друга. Вот истории философий разных эпох. Можете представить античность Средневековья, Новое Время, 20-й век. До таких дисциплин, как философия права, практическая коммуникативная философия, антология, много-много сложных вещей, связанных с этим. И здесь нужно было не потеряться. И поскольку писали в основном важные вещи на иностранных языках, я не мог читать это по-русски на украинском языке. И у меня выработался определенный подход к этому. Конечно, очень важно наращивать вот это фоновое знание и читать по ходу много интересных книг. Но если перед вами задача в короткий срок открыть для себя какую-то сферу знаний, это может быть история, это может быть какой-то сфера философии, это может быть филология, это может быть география. Что делать в ситуации, когда у вас мало времени, и вы хотите сделать такой общий охват? Я бы рекомендовал несколько шагов. Первый уровень это начать с кратких введений. Не рекомендую начинать обзоры с толстых книг, которые мы показываем вам с Владимиром, потому что там легко потеряться, и вы можете легко разочароваться, вам не хватит времени, вам станет страшно. Некоторые на практикумах мне говорили недавно слушатели, что когда я смотрю на толстую книгу, я боюсь, что я ее не закончу, поэтому я ее даже не открывал. Вот для этого нужно вначале создать себе общий контекст. Для этого нужно брать краткие введения. Мы советуем, например, оксфорд. Вы продолжаете сейчас в книжечке краткие введения? Покажу свои. Конечно, конечно. Нужно брать краткие введения. Обычно они пишутся мастерами, лучшими специалистами, и содержат не более 120-150 страничек маленького формата. Сейчас Владимир вам это покажет. И в немецкой, и во французской традиции есть похожее издание. Немецкое издательство БЭК, это Виссен, я показывал после наших программ. Вы можете посмотреть наши предыдущие программы. Поэтому нужно начать с этого. Что там есть в этих маленьких книжечках? Вот, например, введение в Первую мировую войну. Первая мировая война. Садовская. Есть все ключевые моменты войны, есть ключевые авторы, ключевые исследователи и так далее. Это все умещено в такой формат. Эти все книги, они читаются за полтора-два часа, если в самолете летите, в поезде едете. За полтора-два часа. Поэтому я даже советую эту маленькую книжечку рядом с собой положить, когда вы с самолета спустились, приехали домой, положить, например, пару листов А4 с хорошей ручкой, тонко и, возможно, несколькими цветами. Взять вот эти краткие введения, например, введения в Первую мировую войну. После того, как вы прочитали, для себя прописать это на двух листах трех А4. Подобные конспекты делает Владимир. Да, есть буквально любые темы эти введения, я покажу просто, которые у меня, чтобы вы видели всю широту. Их больше, много сотен введений таких. Потому что у меня есть чтение, там, по-моему, юбилейный, если не ошибаюсь, пятисотый номер. Я проверю и скажу, думаю, их там... Что у них еще ценно? Они достаточно дешевые. Даже на западном рынке они стоят до 10 долларов, 10 евро. Я видел в Киеве они продаются в магазине английской книги. Я уверен, что они есть повсеместно. Мне ребята говорили, что в Петербурге, например, они видели, в Москве точно есть. То есть это все можно... Достаточно с этого можно начать. Вот буквально у меня есть тут... Я достал, если у меня их тоже большая полка, я их собираю, то, что у меня есть. У меня логика, например, вопросы сознания, мифология и мифы, политика. И это все действительно вам позволяет быть человеком эрудированным. И если вам нужно, например, когда вы изучаете историю Месопотамии, посмотрите, какие есть, в принципе, политические другие устройства в разные государства, какова история политики вообще, вы берете это и находите там две страницы, посвященные древней истории. Там говорят, это родилось тогда-то, тогда-то, тогда-то. И у вас появились новые точки на карте. Но обязательно работайте с бумагой или с планшетом. Обязательно эту маленькую книжечку нужно еще расписать на какие-то важные базовые схемы, главные тезисы и выйдите для себя какие-то ключевые даты. Мой метод состоит в том, ну, не только мой, чтобы если взять А4 и написать стрелочку событий, например, от возникновения какой-то цивилизации до какого-то момента, вы можете тренироваться и, например, на этой линии для себя выбрать 10 ключевых дат. Условно говоря, если это Древняя Греция, можно начать там с Гомера 8 век до нашей эры, да и потом там Перикл, Платон-Аристотель, походы Александра Македонского, ну и вплоть до завоевания Греции Рима. А я бы хотел показать, что сейчас это есть не только уже не обязательно на бумаге, а есть такие приложения, которые рассматривают историю в полном разрезе по датам, то приложение называется History Timeline, и здесь вот по датам расписана просто вся мировая история, то есть здесь древняя история, поэтому мало всего происходит зафиксированного. А дальше там можно посмотреть одновременно, кто был в Месопотамии, кто в Египте, и кто в этот момент там еще где-то из записанной истории руководил. Я бы здесь добавил, это очень важно, то, что сказал Владимир, запомните, пожалуйста, я думаю, мы даже ссылочки сделаем вам под этим видео. Их полно. Но я настаиваю, что нужно соединять вот эти технологические вещи с тем, что вы делаете своей рукой, поскольку рисование, продумывание вашей личной схемы, эта схема дана профессионалам, но вам нужно выбрать 10-15 факторов, какие вам кажутся самыми значимыми, исходя из краткого введения, и выстроить свою картинку, потому что мы лучше запоминаем и ориентируемся, если мы сами создаем эту схематику. А в данном случае приложение может вам помочь выбрать, увидеть, как это устроено. И таким образом мы накладываем, делаем первый шаг алгоритма, первый момент. Мы читаем краткое введение и тут же видим это в пространстве времени, во временном пространственном разворачивании. Таким образом, мы должны то, что мы читаем в книге, представить в виде каких-то схем, в виде каких-то последовательностей. И это будет первым важным шагом в выстраивании причинно-следственных связей и видении, как все это происходит. А я бы хотел еще вернуться на шаг назад, чтобы говорить о том, как, потому что часто возникает вопрос, а как же сейчас мотивировать-то себя на это все? Зачем мне это все нужно эти даты изучать? И здесь у нас появляется вопрос проекта, жизненный проект как таковой, то есть ваша жизнь как проект. И в целом, я для себя такой выработал подход, что если я чем-то занимаюсь, я стараюсь тут же сделать каким-то проектом. Потому что, если вы это не делаете проектом, я не заберу проектом работы с молодежью или там какой-нибудь проект структурный, архитектурный, а проект создания какого-то продукта. Например, первоначально этим занимаясь, вы можете своим проектом сделать там через два месяца с друзьями собраться и рассказать им о чем-то. Или устроить какой-то клуб чтения или что-то еще сделать. Это вас будет мотивировать заниматься этим. Плюс к тому, мотивом может быть все, что вокруг вас находится. Я нахожусь в Германии, я нахожусь на востоке Германии, мне стало интересно, а почему здесь западные немцы так к восточным относятся? Неужели это связано с тем разделом, который был коммунистический? Я стал погружаться в историю. Оказалось, что этот раздел еще со времен Римской империи был. И вот это все, все эти события, они позволяют понимать, почему сегодня есть оси, прусаки какие-то там, которых никто не любит, вроде как, и не из-за того, что они были коммунистическими. И это все у вас, ваше желание разобраться, почему сейчас так, как есть, оно вас, безусловно, погрузит в исследование истории. Потому что все, что бы не происходило сейчас, это такая точечка на длинном-длинном векторе, у которого можно проследить предыдущие точки движения и, соответственно, достроить, если не учитывая всяких черных лебедей, вроде как, вроде ковида сегодняшнего, достроить, как это будет развиваться дальше. То есть мы думаем, вот издалека со стороны мы смотрим, Германия такой монолитный и большой народ, все живут вместе, дружно и так далее. А вот ты потом читаешь книжку, где говорят, что Германия, чтобы дальше развиваться и нужно развалиться на восточную и западную, в конце концов развалиться. То есть таким проектом может быть просто изучение того, что в руках происходит, но если вы найдете и создадите еще некоторую внешнюю потребность ваших знаний в виде, не знаю, блога какого-то, записок каких-то, пространствах, где вы будете делиться, это будет вас мотивировать. Потому что, конечно же, просто так сидеть и заниматься ни историей, ни философией, может быть, у вас получится делать некоторое время. Очень мало тех людей, которые просто из самой страсти к знаниям занимаются этими знаниями. Это обычно такие люди, кроссвордисты, эрудиты, которые тоже в конечном итоге не рождают серьезных систем знаний, потому что слишком темы урочены. Ну, как раз я хотел сказать, вот то, что вы сказали о мотивах, это второй важный методологический шаг. Я приведу несколько конкретных примеров. Один из моих учеников, я с ним периодически занимаюсь, Руслан, он сам бизнесмен, крупный бизнесмен, и он заинтересовался несколькими вопросами. Когда он прочитал книгу Вебера, рождение, там речь идет о протестантской этике, как главном мотиве возникновения капитализма. Его заинтересовало несколько вопросов. Он понял, что система экономическая, в которой мы живем, была не всегда. И вот вся эта теория прибыли экономического развития, она имела какие-то исторические, культурные причины. Читая Вебера, он также понял, что знания движутся вперед, и сегодня мы более глубоко смотрим на эти вещи. И в связи с этим родился и второй вопрос. Вот та экономическая система, которая тогда возникла под влиянием протестантизма, возможно, она сегодня завершается. И если мы просмотрим эту цепочку, если мы проследим то, в чем мы живем, в моментах его явления и главных этапах развития, у нас возникнет и другое видение, куда дальше развивать новый бизнес. или куда дальше, какие навыки профессионального развития тебе нужны сегодня. Какие новые профессии ты можешь создать. Это совершенно практические вопросы. Они связаны с историей, они связаны с теми знаниями в книжечках, о которых мы говорили. Но это совершенно практический вопрос. Я вижу, что сегодня, например, я человек, или девушка, или парень, которому 22-23 года. Мне не нравится тот набор профессий и предложений на рынке труда, которые мне предлагают. Я чувствую, что у меня есть какой-то потенциал к развитию чего-то нового. И мне может помочь понимание того, какое новое будет, что нас ждет в ближайшем будущем. Но для этого я должен или должна изучить то, как возникали те профессии, виды деятельности, например, в прошлом, позапрошлом веке. И тогда у нас возникает как раз одна из линий интереса. Я могу изучать рождение христианской доктрины, как она влияла на западную цивилизацию. Я могу окунуться в реформацию, в движение Лютера Кальвина и стоицизма нового времени. Я пойму, как возник новый мир, новый мир капиталистический с его интересами, ценностями и явлением. И я могу задать себе вопрос, что будет дальше. Потому что я охватил все это вот таким кругом. И второй еще более краткий пример. Если я вдруг захотел разбираться в тех политических событиях, которые происходят сейчас, я вижу, что ЕС в таком кризисе, Соединенные Штаты, отношения Украины, России, восходящий Китай, Индия, меня заинтересует вопрос международных отношений, меня заинтересует вопрос того, что такое политика вообще, насколько она важна в нашей жизни. И тогда возникает вопрос, а когда возникла политика, с чем она связана, когда возникли иерархии, элиты, кто влияет на события в мире, какие главные этапы глобальных изменений в политическом, глобальном мире были до нас. Опять же, это дает историческую перспективу того, как я могу прогнозировать и видеть новый этап мира, который будет вот после того, что мы сейчас переживаем. Это опять же связано с тем, что я беру маленькую книжечку «Политика» в Оксфордском видении, я беру, скажем, какой-то словарь современный кембриджский или гарвардский или, не знаю, московский, киевский, где основные политические понятия. Но главное, завершаю, видеть всегда практически осязаемые для тебя лично линии и мотивы в том, что ты изучаешь. Это даже замечал в книге Тойнбе, он цитирует Бергсона. И фраза здесь очень важная. «Наш интеллект обладает свойством схватывать отдельные проявления физической природы в формах, пригодных для последующего осуществления действий». Ну, так достаточно умно и сложно говорит Бергсон, но речь идет о том, что наш мозг и наше сознание может только то выхватывать, что можно применить в том или ином ключе. Это не значит, что эти занятия не могут быть самоценными и интересными сами по себе. Потом, и Владимир знает на своем опыте, и я, интерес будет дополнительный, откроется другой еще интерес. Помимо практики, а это важно, еще просто большое счастье, радость и удовольствие распутывать эти ребусы, развивать свое мышление, развивать свои какие-то общие целостные картины видений. Но изначально всегда, это второй момент, умей найти свои интересы практически в том, чем ты занимаешься. Вы хотели, Владимир, что-то сказать. Я хотел добавить здесь только, что здесь очень многое зависит от языка, от того, как вы это называете, как вы к этому относитесь. Опять-таки, вопрос смыслов. И мы здесь говорим не о том, чтобы слишком углубиться в какую-то тему, отходя от всего произошедшего. Я бы назвал, это называется восхождение, восхождение по теме, как у Аристотеля, восхождение по категориям к высшим категориям. И здесь, в этом изучении мы именно производим это восхождение к тому, чтобы понять, что происходит, к тому, чтобы понять, кто я такой, каково мое место, как мое место может влиять на остальных, ну и так далее. То есть это, в любом случае, это не углубление, не отход от каких-то бытовых вещей, как это многие воспринимают. Вот ты опять философствуешь, опять какой-то историей занялся, еще что-нибудь, ну знаете, такое часто вместо того, чтобы начать зарабатывать деньги. Так вот, дело в том, чтобы начать зарабатывать деньги, даже нужно, во-первых, понимать, на что вы их зарабатываете, иметь глубокую внутреннюю уверенность для этого. Во-вторых, понимать, как эти все процессы происходят. Для этого нужно именно то самое восхождение. Даже для того же бизнесмена, как Андрей Олегович уже говорил, важно понимать, какой исторический контекст у данного рынка, что, куда он идет и так далее. Для этого нужно исторический контекст изучать. Говоря об истории, да, мы видим, что и страны тоже, те страны, которые отрицают свой ближайший исторический контекст, это становится, они часто становятся fail-state, они часто теряют свою государственность, потому что какой бы он ни был, ближайший исторический контекст, нужно понимать, что все сейчас существующее построено на нем и исходить из этого. Не нужно себя обманывать и считать, что если ты закроешь глаза, везде станет темно. Поэтому нужно заниматься изучением исторического контекста, пониманием того, как он продолжает сейчас, и тогда возникнет верное понимание того, как его изменить. Потому что если менять, исходя из фантазий, то не получится ничего хорошего. А тут еще обратная сторона. Исследование истории, это как исследование своего рода или рефлексии на свою жизнь. Исследование истории создает твою собственную идентичность. Это главный практический мотив изучения подобных вещей. Потому что моя идентичность, это концентрические круги. Например, моя идентичность, как гражданина Украины или России, как европейца и как человека мира, глобального мира. Исходя из этих кругов концентрических, я должен себе представить, частью какой истории я являюсь и что я могу сделать еще в этом потоке развития смыслов. Какое мое место в этом общем контексте развития. Понимание истории важно, связано с вопросом понимания, кто я, где я нахожусь, откуда пришла линия, связанная со мной лично. У меня постоянно возникает этот эффект. Для меня Древний Египет и Месопотамия это не очень давно. Вот мы начинали с неандертальцев. Можем теперь увидеть, что первой цивилизации, условно говоря, это каких-то там, ну не знаю, 7-8 тысяч лет. А если говорить о таких крупных, это 8-7 тысяч лет, это очень маленький период времени. И мы здесь видим, что все, что происходило тогда, действовано до сих пор. Те формы, которые открыли цивилизации Месопотамии и Египет, они нисколько не изменились по сути. Цивилизация по-прежнему это городская цивилизация. Иерархия по-прежнему важна. Набор идей и ценностей для успешных практик по-прежнему важна. Понимание, куда ты идешь и как передать свой опыт последующим поколениям, он принципиальным образом важен. Поэтому, изучая историю, ты фактически получаешь практические навыки, наполненные, осмысленной жизнью собственной. И как бы углубляешь и расширяешь поле своего воздействия на мир вокруг себя. Ты из маленького мирка, в котором жил до этого, попадаешь в мир, где действуют великие силы. И ты можешь стать частью этих сил, понимая, встраивая себя в этот общий, как бы, смысловое развитие. Я бы сейчас перешел снова к практическим вещам. Давайте, конечно. Итак, мы сказали о кратких видениях, о визуализации материала в виде таких временных пространственных схем, которые есть и в приложениях но важно делать вам самим такие рисуночки. Второй момент. Я бы посоветовал всегда обращаться к энциклопедиям и словарям. Вот вместе с этими краткими видениями нужно взять какие-то словари. Вот если мы возьмем наш с Владимиром пройденный уже путь. Я хотел здесь одну иллюстрацию просто представить, что перебил. Это здесь иллюстрация, книга 1177 до нашей эры. Это она у нас... Мы сейчас одна из книг, в котором готовимся к следующему эфиру. Вот здесь жена Эрика Клайна, она произвела такое вот исследование писем и переписок царей того времени. Видите, какая интересная сеть родилась и сразу в голове рождается понимание того, как это выглядело. То есть для себя можно то же самое рисовать, как происходили взаимосвязи между фигурами, между тенденциями, чем угодно. Потому что такие вот сети, они... В общем, наш мозг, он также устроен, поэтому нашему мозгу это... непонятным, как элиты создают реальность. Потому что ведь эти связи это отношения между элитами того времени. Да, я просто один раз прибил и я делал иллюстрацию. Да, и мы можем считать те интересы и цели, которые ими двигали. И мы можем понять мотивы этих людей. Так вот, вместе с этими краткими введениями я советую брать также специализированные словари. Например, есть словарь француза на Месопотамии, в наших списках есть и книги. Древний Египет. Потом словари, связанные с преисторией или праисторией. В этих словарях их плюс в том, что там есть отдельные статьи, которые дают хорошие обзоры в еще более концентрированном виде, чем эти краткие введения. Например, если мы возьмем словарь античной философии под редакцией Пиамы Павлова-Магайденко, там будут обзоры больших школ и вообще первая вступительная статья об античной философии по всем периодам. Вот такие же словари созданы и историками. Они хорошо дополняют краткие введения, но также позволяют фокусироваться на отдельных темах. Религия, архитектура, вообще искусство, политические системы, география, язык, письменность. И тогда у вас появится еще одно измерение подхода к собиранию картинки, это словарь. И наконец, после того, как вы в этом вооружитесь, краткое введение схемы визуализации картинки, словари, вы можете перейти к толстым книгам. Тогда вы уже не потеряетесь в этих громадных фолиантах, не будете детьми, которые прячутся под одеялом, вам страшно, вы хотите укрыться от толстых книг, потому что они пугают, а вы там можете протапывать свои дорожки, свои тропинки, ведь толстые книги пишутся не для того, чтобы их читать сначала до конца. У вас уже есть опыт краткого введения словаря, и поэтому у вас есть свой интерес. Кто-то больше интересуется искусством, кто-то политикой, кто-то военными конфликтами, кто-то еще религиозными какими-то вещами. И тогда, взяв какую-то толстую книгу, вы вначале можете прочитать то, что вам наиболее интересно. Создать в этой толстой книге свой плацдарм для расширения потом своей экспансии, своей атаки на этот страшного монстра. И когда вы эту главу прочитали, вы можете рядышком почитать еще одну главу, которая вам также интересна, и связать одну главу с другой. Таким образом, расширяя свое ознакомство с этой книгой. Не бойтесь, если вы ее не дочитаете. Эти книги пишутся для других целей. Это некий такой компендиум громадных знаний о каком-то периоде. Да, ваша домашняя библиотека не для того, чтобы вы все прочитали. Если к вам приходит человек, у вас несколько шкафов книг заставлено, как я думаю, Андрея Олеговича сзади, видите, у меня они сбоку стоят, и он спрашивает, ты все это прочитал, ты сразу понимаешь, что человек к книгам отношения большого не имеет. То есть, видимо, читает детективы, фантастику и так далее, всякие книжки. И библиотека нужна для того, чтобы в ней работать, не для того, чтобы ее все прочитать. Так что, если у вас лежит какая-нибудь книга, сейчас приведу пример, здесь по истории Средиземноморья, 800 страниц или 700 страниц, это не значит, что вы ее взяли и всю сразу прочитали. Нет, вы, например, собираетесь в Италию поехать, думаете, по каким местам там сходить, да, я посмотрю, что там вообще в Италии творилось, какие там древние вещи. Если ты смотришь, начинаешь составлять какой-то свой план, исходя из вот этих нескольких книг. Так что библиотека нужна для того, чтобы в ней работать, поэтому покупайте книги хорошие. И тут я своих несколько рекомендаций практически дам. Первая такая рекомендация, которая, конечно, многих расстроит, но тем не менее необходимая, нужен какой-то дополнительный европейский язык. Если вы хотите серьезно чем-то заниматься, желательно, очень желательно дополнительный европейский язык, будь то английский, немецкий, французский или итальянский, потому что огромный массив литературы и исследований находится в этих языках и на русский переводится, или на украинский уж тем более меньше еще переводится, очень малая часть, только самая такая интересная. Это раз. Во-вторых, по поводу библиотеки еще скажу. Это иллюзия думать, что сейчас все можно найти в интернете, что книги не нужны, потому что все можно найти в интернете. Нет, в интернете найти можно очень мало, особенно если речь идет о новых исследованиях, о книгах, они все защищены копирайтами, и в лучшем случае это появится через 10-15 лет, и то очень кратко в ссылках на Википедию какую-нибудь. Так что не надейтесь на то, что вы в интернете многое найдете. Потом, по поводу книг. Сейчас есть большая возможность покупать книги в электронном формате, это PDF, или там EPUB, так называемый. Минус этих книг, конечно, в том, что для того, чтобы действительно с ними работать, чтобы вот эти вот, у вас появлялись эти карты, схемы и так далее, желательно, чтобы это было на бумаге, потому что на бумаге можно что-то подчеркнуть, записки на полях, сделать какие-то там закладочки. В электронном виде это далеко не всегда удобно, и вот я здесь как раз из тех, кто пробовал все эти электронные читалки, и, к сожалению, все еще вынужден прибегать часто к электронным книгам, потому что часто хорошие книги электронные, вот я как раз указывал на Оксфордское издание о Гильгамеше, она, эта книга может стоить больше тысячи долларов, например, потому что есть такие редкие издания, которые в электронном виде продаются за какие-то разумные цены, а в бумажном виде их делают там сто копий, которые расходятся по университетам, и только в университетских библиотеках находятся. Сто, тут можно даже не полностью не покупать, а какие-то вырезки. Так, язык очень важен, к сожалению, потому что на русском вы найдете не так много. Во-вторых, следующий пункт это как и где получать первичные какие-то знания, помимо тех публикаций, о которых говорил Андрей Олегович, эти краткие, краткие издания. Я бы здесь выделил сейчас несколько таких каналов, которые вам могут помочь в изучении. Первый – аудиоканал. Вы сейчас можете многие книги скачивать в аудиоформате, причем часто даже их озвучивают какие-то не профессиональные студии, а какие-то люди, просто добровольцы интересующиеся темой. Их можно сейчас скачать на разных сайтах, где-то они стоят какие-то копейки. И, например, на прогулке в машине, когда куда-то едете, очень удобно это слушать. Часто бывает даже так, что для того, чтобы прослушать какую-то книгу, не обязательно ее ставить на скорости 1.0, можно поставить на скорость 1.5, и она все еще нормально воспринимается. Или даже некоторые лекции. Это аудиоканал, видеоканал на YouTube, и на других площадках сейчас есть достаточно много кратких лекций, уже и на русском тоже есть по интересующей теме. Поэтому забивайте в YouTube, и главное, не выходите на каких-то просто непонятных блогеров, которые там сами рассказывают, вставляя смешные картиночки и так далее. Смотрите какие-нибудь площадки, которые занимаются этим, какие-нибудь постнаука, архе, вот я недавно видел, потом... Синус. А что? Синус. Синус выкладывает как раз аудио. Аудио, да? Аудио лекции, да, вот. Иллюстрации, просто карты иногда, такие вещи, которые визуализируют. Да, и поэтому вместо того, чтобы с утра посмотреть какого-нибудь очередного блогера, который рассказывает о том, как он съездил куда-нибудь в Испанию, посмотрите лучше лекцию 45-минутную. Они сейчас есть действительно очень хорошие, особенно если вы будете смотреть на английском, на английском очень много всего. Не бойтесь английской заказки, хотя бы минимальное знание английского есть, слушайте на английском, включайте субтитры внизу, автоперевод, вы уже поймете, о чем речь, вот, и поймете, в каком состоянии сейчас находится в исследовании того или иного вопроса. Вот, ну и в конце концов книги, да, книги это очень важная вещь, еще раз к ним возвращаюсь, все время к ним возвращаюсь, заказывайте книги бумажные, опять-таки, мы сейчас живем в мире, где существует доставка, даже в крупных городах не европейских, не американских, можно сказать, это не европейские, американские книги, заказывайте, изучайте, потому что книга, которая у вас лежит на столе, тем более в хорошем издании, с хорошим инструкцией, она сама просится к тому, чтобы вы иногда ее открывали, смотрели какие-то иллюстрации, а даже одна иллюстрация ваш может натолкнуть на что-то новое и интересное, поверьте. Да, 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 тут я бы добавил еще несколько вещей, в первую очередь, всегда берите источники проверенные, потому что особенно это связано с русскими переводами, иногда переводят таких полуэзотерических странных авторов, в первую очередь даже бы сказал переводить, потому что их хорошо читают. Да, с блестящими названиями, там, история Древнего Рима, какие-то вот вещи связанные, когда ты начинаешь это читать, ты понимаешь, что это очень далеко от истории, от исследований, от хорошего уровня современной науки. Вот второй момент, я бы еще добавил журналы, я сейчас доживу их несколько, потому что современные журналы, англоязычные, немецкоязычные, дают прекрасный материал, ориентируясь на данные когнитивных наук. Вот я приводил пример нескольких из них, посмотрите, как выглядит, например, Древний Китай, журнал, Гео. Здесь всегда есть вкладыши, вкладыш, например, это императоры, дата и краткое описание. Я думал, это меню китайского ресторана. Да, вот-вот, оно так сделано, а здесь, да, а здесь династии, а здесь династии. Всегда есть какие-то важные исторические углубления, а есть, вот, например, вкладыш этого журнала другим цветом все главные события описаны. Фактически весь Древний Китай до начала XX века от возникновения у вас будет на десяти страничках с яркими иллюстрациями. А потом в самом журнале здесь очень много есть красивых разворотов, вот, например, Первый Император, который все это объединил, брестящая статья, статья, посвященная китайской стене, например, там, Кирокотова и вот эти вот все эти вещи, да. И вот подобные вещи вот Древний Китай Англия, например, тоже есть, Германия, Тридцатилетняя война, Первая мировая война, тоже все эти вкладыши, например, еще один пример, вот, Древняя Персия как раз, это то, что мне Владимир принес. Точно так же идут вот эти вкладыши, где все главные события и здесь присутствуют другим цветом, видите, важнейшие политические лидеры и важнейшие даты. Здесь очень много карт, это я еще хочу подчеркнуть, потому что карты полностью меняют наш взгляд на историю. Ну, это вот National Geographic, опять же, вот эти исторические вещи, они крайне важны и тоже красиво. Карты, схемы, иллюстрации. Наш мозг работает со знанием, только если у нас есть полностью все, воображение, интеллектуальные связи и современные издания на это нацелены, чтобы задействовать весь наш аппарат когнитивный. National Geographic есть на русском, кстати, очень много переведено у них. Есть, но это такие, скажем, ежемесячные издания, а вот специализированные, к сожалению, я не видел в русском переводе. Да, они, если вы хотите их покупать, они часто продаются в аэропортах, если вы летаете. К сожалению, вот чем мне не нравится Киев, вот претензия моя к Киевскому аэропорту, там нет журнального магазина, вот книжного магазина нет в аэропорту, вот в самом, это позор, я считаю. Я говорил недавно с одним из соучредителей, сейчас он отдал часть своего пакета издательства «Наш формат». Это одно из таких сейчас топовых, одних из самых успешных издательств. В основном это интеллектуальная литература, там, бестселлер и так далее. И возникал вопрос, а почему, например, в железном, ну, не знаю, станция главная, вокзал Киевский железнодорожный, там нет книжного магазина в таком виде. Удивительно, но там есть какие-то журнальчики второстепенные, то есть отсутствие такого магазина свидетельствует, что человек не хотел бы прочитать интересный роман, детектив или историческое исследование, или какое-то интеллектуальное, находясь в поезде 3, 4, 5, 6 часов. Я бы сказал даже так же, что это владелец вокзала или бизнес, он считает, исходя из своего культурного уровня, что обычному человеку это не нужно, хотя это может быть совершенно иначе. Но было возражение, когда мы с ним как раз пили кофе, обсуждали, он мне сказал, ну, наш вокзал, наши вокзалы еще и не располагают к тому, чтобы возникали такие магазины. Извините, мы так от культурологии перешли к деталям, это важно. Понимаете, это внешнее ощущение запахи, сдавленность, придавленность массами людей, которые нависают друг на друга. Что такое книжный магазинчик где-то в Венском вокзале железнодорожном или Берлинском, или каком-либо другом. Ты заходишь, там много света, запах полиграфический, журналов, книг, он прекрасен. Ты имеешь 30-40 минут до рейса, у тебя есть прекрасный шанс порыться в журналах, порыться в книгах, найти для себя что-то интересное в путешествии, и пока ты путешествуешь, открыт для себя Древнюю Персию, Древний Китай или Вторую мировую войну в ярких картах, картинках, текстах. Так что я добавил бы еще журналы, обязательно карты, схемы, и сегодня многие говорят о том, что возврат к практике контурных карт очень полезный. Когнитивистика открыла, что если мы рисуем, штрихуем, разрисовываем, мы лучше всего постигаем. В советское время были контурные карты. Сегодня даже для детей продают такие книги, чтобы они их раскрашивали, ну, такие вот альбомчики. Вот если бы сделать такие подобные вещи по истории, это было бы неоценимый вклад наших издательств в развитие интеллектуальные разных групп людей. Я этим пользовался всегда и сам для себя эти карты иногда создавал. Есть эти карты в журналах, но помните, что как самому важно составлять временные соотношения, рисовать свои схемы. Точно так же неплохо было бы и самому раскрашивать там политическая карта Древнего Востока или Ближнего Востока, политическая карта Древней Греции, вот Спарта одним цветом, вот Афины, вот главные колонии Афин, и так далее и тому подобное. Вот могли бы еще это добавить? Можем обобщить, кстати, сейчас. Еще прежде, чем обобщить, я бы хотел еще очень важный пункт добавить. Мы потому что его здесь не упоминаем самым первым, потому что мы с вами тут как рыбы, которые воду не видят, но это изучение когнитивных наук, когнитивных наук, научного подхода, критических методов и так далее, потому что без всего этого, без способности мыслить, умения читать и умения анализировать, все, что мы говорили до этого, вероятно, пройдет мимо. И тут я могу только посоветовать сонять лекции Андрея Олеговича Булмейстера на эти темы и изучать в том числе и философию, и философию науки, и то, как формировался научный метод и так далее. Это, я считаю, крайне важно. Это было бы таким завершающим шагом перед обобщением. Как раз недавно были практикумы на эту тему об инструментах мышления в Кова-Гуру. Я об этом упоминал. Допустим, вы увлеклись Древним Египтом, Первой мировой войной, теорией эволюции и, условно говоря, происхождением Вселенной. И по нашей методе вы выстроили себе такие целостные картины. Взяли эти маленькие краткие введения, словари, красивые журналы. Но после этого вас ждет еще не менее увлекательное путешествие. Умение связывать те или иные сферы знаний, сферы наук или дисциплин в более целостную картинку. Это то, что вы должны приобрести на протяжении своей жизни. Поскольку мы себя образовываем на протяжении всей своей жизни, важно формировать в себе навыки встраивания маленьких наших открытий, освоения каких-то наук, дисциплин в длинный путь вашей жизни. Соединить географию, историю, политику. Соединить астрофизику, биологию, когнитивной науки. Таким образом, вы становитесь архитекторами своей личности и выстраиваете не только те связи, которые вы сейчас для себя прояснили, но и закладываете путь для дальнейшего путешествия. Когда вы соединили эти три или четыре сферы науки, вы уже видите, куда двигаться дальше. И весь багаж, который вы приобрели с помощью наших подсказок, он будет отлично работать и в новых сферах ваших открытий. Этот багаж никуда не денется, просто ваш взгляд станет глубже, объемнее, у вас уже будет опыт связей и следующие ваши шаги вы будете проходить еще быстрее. Вот маленький рецепт. Чем больше вы связываете и осваиваете таких пространств, тем меньше время вам понадобится для освоения новых земель, потому что появится навык. Сначала вы ставите точки, потом начинаете их соединять линиями и когда этих точек и линий будет достаточно, вы видите материю. И каждая новая точка, она будет связываться автоматически с несколькими другими и очень легко запоминаться и входить в вашу аргументацию мышления и так далее. Давайте перейдем к вопросам. Да, но я бы еще добавил здесь еще один момент. Мы говорили книги, краткие введения, словари, визуализация, создание схем, карт, временных связей, современные книги и журналы, аудио и видеоматериалы, это то, что вы говорили. Обязательно один-два европейских языка также. И еще бы я завершил другим. Кроме визуализации нам нужно воздух-пространство того, что мы изучаем. И мы с Владимиром планируем перевести наши Одиссей еще и в режим реальных путешествий. Возможно, мы предложим кому-то из вас, наши дорогие зрители, чтобы вы к нам присоединились. Потому что, кроме этого, важно все это еще увидеть. Сходить в картинные галереи, лицом к лицу увидеться с этими вершителями истории, посмотреть на скульптуры, портреты, прийти на развалины древнегреческих городов, прийти на улицы Древнего Рима, на Капитолий, поехать на территорию, посмотреть, уже визуально вживую. И тогда наш мозг будет работать на всех уровнях. Тексты, схемы, и очень важно это ориентация в пространстве ваших путешествий. И тогда все, концертные залы, картинные галереи, ландшафты, улицы, городов, поля, леса станут частью вашего развития. Вы не просто будете бродить по миру, это будут осознанные путешествия, которые будут работать вот на тот же синтез, о котором мы с вами говорили. Это очень важный момент. Вот теперь мы, думаю, завершили. Не только для себя программу наметили, но и также предложили вам поиграть с нами в эти игры. Я думаю, вам понравится. Давайте по вопросам. Я думаю, что мы вообще на многие из тех, что у меня были выписаны вопросы, мы ответили уже по ходу нашего повествования. Например, у меня есть были выписаны вопросы «Зачем пересказывать историю?» Мы об этом говорили. Что мы не пересказываем историю, мы ее воссоздаем, и история каждый раз создается в пересказе. Только так она и существует. Почему не историки этим занимаются? Мы об этом говорили. Как погружаться в тему? Мы об этом говорили. Нужно ли учить историю, если ты не историк? Об этом мы тоже сказали. У меня остался один вопрос, неотвеченным, из тех, что у меня были выписаны, а потом мы перейдем к вашим, если вы не против. Нет, конечно. И этот вопрос, почему именно эти народы мы с вами рассматриваем, а, например, не Триполье? Вот этот вопрос неоднократно возникал. Почему мы игнорируем Трипольскую культуру, хотя она была настолько развита и продвинута до того времени? Ну, почему? Да, я могу начать ответить, потому что мы сегодня живем в том мире, в котором мы живем, можем четко проследить следы тех народов и культур, о которых мы рассказываем. Эти следы, мы сегодня живем в мире развития этих идей и синтеза этих идей. Если мы рассмотрим тоже Триполь или какие-то города на территории российских равнин, они действительно очень интересны, они были очень давно, но что они нам сейчас дают? Можем ли мы проследить сейчас собственную культуру от той культуры? Можем ли мы сказать точно, что мы сейчас живем в мире, созданном теми людьми? Если не можем, то тогда это, конечно, очень здорово и интересно, что там где-нибудь в джунглях Амазонки нашли какой-нибудь город, который никому раньше не был известен, никаких взаимосвязей с ним мы не знаем, никаких источников не обладаем, но у них была вот такая архитектура. Мы не будем рассматривать этот город, потому что мы не можем сказать, каким смыслом он обладал. Для нас очень важны смыслы, они же длятся. Если мы находим какой-то смысл в Египте, в Месопотамии, то мы можем сказать, что это тот смысл, который мы сейчас еще можем почувствовать и уловить. Это мой ответ. Может быть, вы что-то добавите здесь. Я добавлю, да, что нельзя назвать мертвые языки или ушедшие цивилизации в Месопотамии, Египет и так далее. Дело в том, что цивилизация нам открывается через какие-то наши смыслы и наши значения. И мы заходим в эти цивилизации как раз для того, чтобы эти смыслы заговорили с нами. Есть цивилизации, которые говорят. Я не хочу сказать, что трипольская культура никак не значима и не стоит ее исследовать. Стоит, но для этого должны быть профессиональные историки, археологи, которые будут по камешкам, по травинкам, по зернышку оставшемуся или отпечатывающемуся на камне будут разворачивать какие-то свои гипотезы. Но это не наша задача, потому что мы путешествуем поиск как смысл. Для меня смысл трипольской культуры и других культур, которые вы описывали в вопросах своих, закрыт. Если нет истории влияний, если нет истории воздействий, если мы точно не можем сказать, что эти явления цивилизации живут с нами и до сих пор оказывают у нас воздействие, то это не поле для мышления и для таких бесед. Это пространство для известных очень узких специализаций. А мы с Владимиром не археологи, хотя он рассказывал свою предысторию. У него археологический код вшит. Квази-археолог. Но мы не археологи, мы не в предмете так, чтобы все эти детали описать и разложить перед вами. Да, вот по поводу того, для чего пересказать историю, я добавил бы, что мы не пересказываем факты, мы реконструируем смыслы. А они не написаны в виде каких-то, не знаю, аналов, текстов и так далее. Мы ищем смыслы. И я хочу сказать на своем опыте, и знаю это по Владимиру, мы многое открываем для себя. В связи с этим я перехожу к своим вопросам. Вот был такой вопрос, есть под настоящими именами, поскольку многие из вас, дорогие друзья, пишут там ники разные, извините, я зачитываю то, что есть. Вот Клим Чугункин, например. Мамико, персонаж. Да, да. Хороший человек. Например. У него есть чувство юмора, он говорит, что вот я так и не понял. Нормальное начало, комментарий, что вот я так и не понял. Египет возник отдельно от Месопотамии, Месопотамия возник отдельно от Египта, вот он спрашивает. И значит Греция, это Египет плюс Месопотамия. Греция возникла как как бы синтез этих двух источников. То есть вы математика за этим всем или айтишника. Ну это я так немножко сократил, но в принципе вопрос очень важный. Действительно, я, например, многое пересматриваю в своих взглядах. И когда я получал представление о Греции, например, была модная точка зрения, что Греция эллины вообще. Потрясающе самодостаточный народ. И даже у Сергея Веринцева есть такая вещь, что греки не нуждались в каких-то заимствованиях. Это абсолютно автономная культура, вот как французы были в 20 веке, до поры до времени, пока не заболели Хайдеггером и Буссури. А сейчас в свете наших исследований, книг, которые мы читали, бесед с Владимиром, я понимаю, что связей гораздо больше, чем мы подозревали. И что Греция без этих древних культур невозможна. Конечно, не в вопросах возникновения философии, но философия тоже возникает в каком-то контексте сформированной. И отсылки Платона к Египту они известны, безусловно. Но греческие полисы, это модификация городов и полисов Месопотамии, безусловно. Греческая иерархия каким-то образом встроена и берет модели иерархии, скажем, Египта и Месопотамии. Но нельзя сказать, что Греция возникла как некий синдез Месопотамии и Египта. Так новые цивилизации не работают, так возникновение новых культур не работает. Вот наша следующая будет беседа о кризисе позднего бронзового века и вот этом коллапсе цивилизации. Мы увидим, что Греция и другие цивилизации родились из неких источников, которые прямо не протягиваются от древними Месопотамии и Древней Египта непосредственно. Поэтому о связях можно говорить отдельно, но я бы сказал, что Греция это больше, чем просто заимствование из ряда культур. Отдельно они развивались или нет, это также очень сложный вопрос, потому что мы увидим все больше торговых связей, экономических связей, дипломатических связей. Видите, вот в той иллюстрации, которую Владимир показывал, вы видели контакты между царями, между чиновниками того времени. Это вопрос-гипотез, так же, как и возникновение письменности. Кто на кого повлиял, где какие были мотивы, мы не знаем. Безусловно, они брали лучшее. Тут не стоит говорить, что Греция смесь Месопотамии и Египта. Мы рассмотрим как раз то зерно, из которого они возникли, тот греческий мир, который во многом греческий мир, и мы об этом будем говорить, возник благодаря тому, что Месопотамия и Египет ослабли. Вот так мы скажем. И благодаря их... Как и Древний Израиль возникли, но ослабли письменности. Да, они ослабли, те взяли лучшее и создали свое пепелище. Таких примеров масса. Соединенные Штаты Америки, например. Тоже нельзя сказать, что это смесь Франции и Англии. Правда? Это достаточно самобытная культура на месте была. Индейцев, они будут трогать, которые взяли лучшее от одних, от других, сделали какой-то синтез, но не потеряли какой-то своей внутренней идентичности, которая основана на том месте, на той культуре. А история Европы, Средневековья, в раннем модерне, это вообще яркое проявление этих черт. Какие-то центры ослабевают, какие-то выходят на передний план. Да, этот ответ, кстати, на ответ на этот вопрос, он дополняет и предыдущий по Триполе. Мы не можем сказать, что взято было с Трипольской культурой, но однозначно можем сказать, что было взято с Гебек-Литепы, с Чаталху-Юка, потом с Месопотамией, с Египта, как это трансформировалось. Вот это очень важно. Я отвечаю на следующий вопрос, и он связан с предыдущими рассуждениями. Тесаи Давиде спрашивает, будет ли Китай и Индия, Древний Китай и Древняя Индия. Наш ответ будет. Мы обязательно будем путешествовать в эти регионы, потому что они важны. Эта цивилизация важнейшая для истории человечества. И в связи с этим мы видим, что, например, в Древней Индии происходят те же процессы, которые мы описывали сегодня. Так называемая Хараббская культура или известные древние дворцы Хараббской культуры сегодня спорят, насколько они связаны на самом деле с Древней Индией. Можно ли считать? И, кстати, письменность утеряна, мы не знаем, в принципе, что там происходило. Мы видим там какие-то фрески, какие-то скульптуры, но, в принципе, это закрытая культура. И хотя она была на территории Древней Индии, нельзя считать, что Хараббская культура это какой-то первый этап индийской великой цивилизации, который потом пришел к следующим-следующим этапам, поскольку санскриты, письменность, ариев, они не содержали описания, они не жили в городах. То есть пришла цивилизация, условно говоря, ариев или арийцев или кого бы то ни было, этих племен кочевых со своим языком. Индоевропейцев сейчас принято говорить, потому что арийцев. Индоевропейцев, да, индоевропейцев, давайте говорить так более корректно. Они пришли со своей письменностью, первая загадка, санскрит, и пришли со своими сакральными текстами. Но их образ жизни столетиями после Хараббской культуры был не городским, в том плане, не цивилизационным, как это мы видим в этих раскопках великих стен, великих городов. Вот вам еще один пример. Можно ли считать, вот это историей есть связи, или мы имеем в виду как раз разрывы. Разрывы — это часть великих историй. Поэтому ответ Китая и Индия будет обязательно. Еще вопрос. Владислав Ки, написанная, логиница Кей. Если Израиль покидал Египет десятилетиями, то тогда и Христа не было, ну, в том значении. Если Бога нет, то я штабский капитан. Как это описано в Библии? То есть вот формулируется вопрос так. Если евреи неоднократно исходили из Египта, а десятилетиями, то и Христа не было, то и Христос не воскрес, если полемизируется апостолом Павла. Тут нужно сказать, что есть ошибка. Во-первых, это логическая ошибка нон-секвитур, не следует. Во-вторых, Библия — это собрание книг разножанровых. Там есть притчи, там есть описания исторических или квази-исторических событий, там есть описание законов, норм, там разнообразие, там есть пророческие книги. И в данном случае, если мы реконструируем Тору, то Тора — это скорее некие символы, некие повествования, это не исторические события. То, что мы находим в пяти книжах, в книге «Бытия», во второзаконии, в исходе, это не реконструируемые исторические события в полном мире. Но Евангелие написано гораздо позже, оно не писалось как Библия, не было замысла писать его как священную, как бы сакральные тексты, и их задача была как раз направлена на писание событий конкретной личности, свидетелями которой были апостолы и другие ученики. Поэтому нельзя сравнивать эти книжи, которые писались столетиями, которые редактировались потом, после Вавилонского пленения, а редакции соединили несколько версий с Евангелиями, которые создавались за несколько лет, и весь Новый Завет создавался в промежутке между 50-ми и 90-ми годами первого века. То есть весь набор текстов Нового Завета от посланий Павла, это самые ранние тексты Нового Завета, 50-е годы приблизительно, до 90-го года приблизительно это Евангелие от Иоанна. Всего-навсего 40 лет. Давайте теперь разницу. Причем они создавались уже в текстах великой цивилизации, римской цивилизации, где письменность, критика текстов, отличие мифов от реальных исторических событий было очень велико. Так что почувствуйте разницу. Тексты, которые конструировались, редактировались на протяжении столетий, потому что исход 1250-е, условно говоря, до нашей эры, а редакции возникли в VI-V веках до нашей эры, то есть перед нами несколько столетий, а Авраам и вообще это еще более древний период, и Евангелие, которое, и Новый Завет вообще писался 40 лет. Поэтому не следует из этого, что и Христос не таков как. Тогда вопрос приходит в другое русло. Я вот здесь да, его вопрос иначе понял, что он, видимо, как фундаменталистов нас спрашивает, что если хоть одно слово там ложь, это значит это не священное описание. Но мы не фундаменталисты, я думаю, что не только за себя, я говорю, за Андрея Олеговича тоже, что мы не относимся к этой книге как к книге продиктованной. Сейчас никто. Это как раз твердая сфера моей компетенции. Я очень много читал библистических исследований современных, сравнивал разные направления, более радикальные, менее радикальные. Сегодня фундаментализм это меньшинство библиистов, подавляющее меньшинство. И протестантские авторы, и католические авторы, сейчас уже и православные авторы все более становятся на путь более, скажем, свободного отношения к Библии. Это разные концепции. Если ислам утверждает, что весь этот текст продиктован Богом, пророку, это как слиток откровений, данных в тексте. Здесь тоже не весь ислам, это уже фундаментальный ислам, пришедший чуть позже и укрепившийся, потому что ислам тоже раздален. Конечно, потому что мы об этом поговорим, потому что была фальсофа, были интересы к философскому смыслу, это сейчас немножко другой вопрос. Но все равно это как бы монолитный текст, то сегодня большинство авторов христианских оно говорит, что да, Писание Бога вдохновлено Богом, такой термин, но творение человеческих рук. А поскольку творят люди, создают люди, то возможно и отклонение, и человеческий фактор, человеческие контексты, человеческие смыслы и так далее и тому подобное. И критицизм в подходе к определенным текстам, фрагментам Библии, он является частью исследований. Многие книги по библеистике написаны вообще атеистами. Поэтому фундаментализм в плане Библии не распространен среди современных библеистов, как верующих, так и неверующих. Нужно это упоминать. Да, но я, кстати, тут про себя еще замечу, что я сам вообще христианин только культурно, но не религиозно, поэтому если вы нас хотите заподозвить в том, что мы вас хотим с Андреем Леговичем сейчас обратить в христианство, то только половина из нас, если и хочет это сделать, да и то вряд ли. Ну да, тем более я не проповедник, моя задача задуматься, моя задача подсказать, в каком направлении можно размышлять. Я скорее делюсь опытом своего размышления, а оно критично, потому что задача проповеди или апологетика это другое. Там задача одна, наша задача с Владимиром это мыслить вместе, чтобы что-то понимать и продвигаться дальше критически. А не подводить исторические факты под Библию или под какое-либо иное священное описание. Мы там, кстати, в следующих беседах покажем, что и исход может быть несколько десятилетий длился, а он вообще тоже метафора падения власти Египта. Как иудейский народ сам может быть метафорой. Это вполне может быть люди, которые просто занимались каким-то одним делом, проживая на одной территории, и вот кто-то в аграрии были, а кто-то казапасы были. Вот все казапасы внезапно стали народом, например, а потом объединились и все стали народом. Это очень интересная история. Здесь нет никакой крамолы, потому что высказывание Гарибальди, что Италию мы создали, теперь начнем создавать итальянцы, и усилия немецких романтиков, потом немецких мыслителей, создать немецкий народ, а это все-таки, извините, XIX век, XIX век, а не те века, что мы рассматриваем. То, что точно с Украиной происходит. Только фундаменталисты считают, что народ это некое священное духовное образование, которое живет тысячелетиями, имеет некий свой дух, и этот дух проявляет постоянно в истории. На самом деле такого никогда не было и нет. Народ это конструкция. Есть другой полюс еще сейчас, когда с развитием науки, биологии, спрашивают, ну народ, наверное, можно определить по генотипу, по генам, просто чего не взять ДНК и не посадить, евреем или не еврей. Так вот это так не работает, друзья мои. В процентном отношении, да. Это не работает так. Нет у нас в генах показателей по тому, какому народу мы принадлежим. У нас есть в генах цвет кожи, может быть там оттенок кожи, форма носа, ушей и так далее, но не скажете вы по крови евреевы или кто-то еще. Поэтому даже когда мы говорим о древних временах или менее древних и говорим о том, какая народность там проживала, мы о них говорим только, например, индоевропейцы, это же не кровь, это же язык и культура. Да. Мы говорим только о языке и культуре и ни о чем более. Да, скажем, этническая, национальная или расовая концепция нас интересует только как крайнее проявление наукообразия или мифотворчества. Здесь интересно, что крайнее мифотворчество и крайнее сиентистские поползновения, они примерно мыслят в одном в одном ключе, что у нас есть тесты какие-то, которые откроют нам, что такое быть немцем, евреем или итальянцем. Да не путайте сиентизм, сиентологией, пожалуйста, это разные вещи. Сиентизм — такое восприятие науки как религии со своим мифотворчеством и прочим, догматизмом. Да, то есть это тот же миф, только наукообразный. Между прочим, в книге Тойнби, это одна из философий истории, постижения истории, она создавалась в 1934-м по 60-е годы, он умер в 1975-м. У него здесь одно из ключевых слов — раса. И он говорит об окружении, окружающей среде и расе, и так далее, в 30-е годы. Для него тогда термин «раса» был вполне научным. Сегодня, рассуждая о смысле истории, мы вряд ли будем говорить о египтянах и месопатамских народах. Да, как расы, или там греческая раса, или римская раса. И даже не будем говорить о нации в нашем старом восприятии. Сегодня слово «нация» — это такой американизм. Когда мы говорим сегодня о нации, это значит народ, проживающий на данной территории, разделяющий данный культурный код. То есть ни в коем случае это не нация, как была там белая нация, или как арийская нация, или как это было у нацистов. Сейчас нация имеет несколько другую коннотацию. Так что, исследуя смысл истории, мы отбрасываем какой-то балласт идеологический, так же, какие классы. Были расы, были классы, и до сих пор остаются нации. И исторические большие полотна писались под эти три рубрики. Или это была история наций, а XIX век открыл историю наций через романтизм, прочая вещь. Или это была история рас, или это была история класса. Вот вам экономически вся история, описанная Марксом, как экономические формации. Это первобытно-общинный строй, это рабовладение, это феодализм, это капитализм, а потом будущим коммунизм. Мы вводим историю смыслов здесь. Говорим, что ты, если принадлежал этим смыслам, то ты был этим человеком. Это очень интересно в таком разрезе посмотреть, потому что в таком разрезе мы не видим четкого деления рубленного, какого-то. И видим, как одно продолжается в иное, как по территориям, так и по временам. Это очень интересно, именно эти взаимосвязи смысловые находить. Да, конечно. А мы еще не упомянули понятие, скажем, касты, да. То есть опять разные цивилизации выставляли свои маркеры, а мы не должны быть пленниками этих ограничений. В Индии есть касты. Понятно, что это не расы, не нации, не классы, а это нечто другое. В Средневековье и Новое Время были сословия. Но опять же, это нечто другое, чем сейчас. Нельзя сказать, что представитель сословия определенного Владимир, не я. Хотя я, например, профессор, он человек свободной профессии, в первую очередь исследователь и бизнесмен, да, и отец, и так далее, да, нельзя это сказать. Кстати, по поводу отца здесь был вопрос. Роман Петричук. Какова роль учителя, наставника отца? Это больше к вам, Владимир? Ну, я в этом плане считаю, что это крайне важно иметь такую ролевую фигуру, на которую будете ориентироваться. Я считаю, что, в принципе, любое обучение, оно лучше происходит, если оно происходит с ориентацией на авторитет, потому что мы, несмотря на то, что мы так одеты в какие-то там тряпки и живем в каких-то там искусственных пещерах, мы все еще такие же розовые обезьяны, которые учатся лучше всего через подражание. А подражание лучше всего, подражает лучше всего какому-то настоящему, живому человеку, особенно желательно, чтобы при этом вы могли еще лично как-то с ним видеться. Лучшее обучение, для меня все это, лучшее обучение, это когда ты в личной беседе рядом находясь, беседуешь даже не обязательно на тему непосредственно касающуюся этого предмета, но вокруг этого предмета так или иначе в основное обучение в любом случае будет происходить самостоятельно. Этот человек, такая роль отца, учителя и наставника, она вам нужна для того, чтобы он вас воодушевлял более своим постоянным примером. Примеры образца. Даже не личным примером, а той фигурой, которую вы из него сделаете. Поэтому не нужно стесняться себе назначать учителей, сенсеев, отцов каких-то не только биологических, а своих не кумиров, нет, таких авторитетных личностей. Не нужно бояться подпадать под авторитет. Подпасть под авторитет это значит начать развиваться гораздо более эффективно. Но еще раз повторюсь, в любом случае любое образование это самообразование и самообучение. Меня как-то спрашивали насчет вас, Андрей Олегович, по какой системе вы бы посоветовали обучаться, вот как это делает Андрей Олегович. Я говорю, что Андрей Олегович это делает 99% всего его обучения, это самостоятельное обучение, несмотря на то, что он много лет обучался в университете, все равно я думаю, что 99% это изучение самостоятельно. Здесь может быть только какая-то структура, которая вам в этом поможет, какие-то люди, которые вам в этом помогут, но не надейтесь, что где-то найдется такой учитель, отец с большой буквы или фигура, которая вас посадит за парту и вас все втолкнет. Нет, она вас только воодушевит, а для этого вы должны быть открыты к этому авторитету. Вот, что я бы на этот счет ответил. Ну, я тогда кратко, тезисно могу так это описать, что любое, любая наука и знания личностны, потому что они проходят через личности, порождаются личностями и передаются другим личностям. Поэтому, если удалось встретить в вашей жизни какие-то личности, которые вас смотивировали, воодушевили, открыли вам что-то, это значит, жизнь ваша удалась. и второе, мы, начиная от авторитетов, отцов, наставников, выдающихся личностей, всегда в момент заросления и критикуем их. Всегда это момент отца-убийства или момент критики, отрыва, иначе вы не станете самостоятельными. В западных странах дети покидают родительский дом, когда они становятся зрелыми. В Украине часто они живут с родителями, с бабушками, с дедушками. Восточной, да, в Италии иногда даже так. Но, скажем, в рамках таких стран как Испании. В Греции тем более. В Греции тоже, да? Да, там даже тем более. Ну вот это вот, это шаг к незрелости тогда. Поэтому есть два момента. Нас личности вводят в эти миры, но когда мы взрослеем, мы не то, чтобы полностью от себя отталкиваем от наших авторитетов и наставников, мы просто выстраиваем с ними уже другое отношение. Это отношение уже больше партнеров, друзей, единомышленников, близких людей, но не учителей. То есть, когда-то у нас есть период ученичества, а когда-то период партнерства. И я думаю, что каждый из нас проходит этот путь. Я еще несколько вопросов, чтобы мы закончили с вопросами. Никита Яркин, такой всегда мой комментатор, достаточно едкий, критичный, и он в одной из наших бесед усмотрел, когда мы говорили о критике линии Маркса, Маслоу, Аристотель Маркс, Маслоу, АММ, тем, что мы сказали наоборот, что идеи движут человечество, а не материальные условия. Он сказал так, что мы тем самым Маркса не опровергаем, а скорее дополняем. Ведь голодные охотники не стали бы возводить культовое сооружение. Вот такая формулировка. Ну, мне здесь Никите сказать нечего. Действительно, голодные охотники вряд ли бы это строили, но наша идея была в другом. Вообще-то охотники всегда бывают голодными и сытыми. Охотник поймал добычу, поел и сытый. Но вопрос в другом. После того, как он поел, что он будет делать? Эти наши охотники и собиратели вдруг, вместо того, чтобы спать, заниматься непонятно чем, прикладывали громадные усилия для строительства к сооружению Гёберкли ТП. Дело не в голоде, не в том, что нужно вначале поесть, а потом устроить культовое сооружение. Речь идет о том, что первичные. И мы видим, что люди, которые не живут еще в городах, которые еще полукочевые, в принципе, они затрачивают колоссальное количество энергии, бесполезные для современного человека. Создают что-то, что никак практически или в виде прибыли, или в виде еды, или в виде насыщения, никак их не обогащают. Это более сложная система мышления. Конечно, они, поклоняясь богам или служа богам, каким-то образом усиливают эффект охоты, собирательства, продолжительности жизни. Но в данном случае речь идет о том, что вначале они должны помыслить таким образом, что давайте соберемся группами и построим громадное пространство для 500 человек, а нас-то всего 150. И будем работать здесь месяцами и годами, или, как у нас был пример, с древними скульптурками или музыкальными инструментами, которые требовали многочасовых усилий. Важный ответ зачем? Маркс и Аристотли отвечали просто. Нужно, чтобы вначале был удовлетворенным все материальные условия, появился досуг, потом появляются мастера. А мы показывали, что наоборот. Еще нету разделения труда, еще нету досуга, а человек параллельно с материальным занимается и созданием произведения искусства, ну, по-нашему. Он не считал, что он произведением искусства занимается. Создает скульптуры, флейты и строит сооружение. Вот в чем дело. Может, вы что-то добавите по этому поводу? Да, конечно. Я считаю, что в принципе человек – это существо смыслов, а не каких-то низменных потребностей. Естественно, низменные потребности никто не отменял, это необходимо. Но существовать на какой-то грани голода ради того, чтобы строить нечто, что ты наделяешь серьезным смыслом, это, я считаю, вполне нормально для человека. У меня собственный пример. Мне было 25 лет, я путешествовал автостопом по Европе и где-то вот завис в Греции, у меня деньги кончились, мне было где пожить тогда. И у меня было последнее 10 евро, я выбирал, что мне купить, еще крупы купить или книгу. Я купил книгу «История Древнего Востока» за 10 евро, вот такая толстенная, там как раз про Китай и Индию. Вот я был тем самым древним человеком, находящимся между вот этим вот выбором. И я думаю, что человек всегда будет делать выбор все-таки в сторону не пирамиды маслу, а в сторону встроенности в какие-то серьезные, может быть, вселенские внутренние смыслы. Почему ты здесь, для чего ты здесь, и если здесь для этого, хорошо ли ты выполняешь эту миссию. Это для него всегда будет важнее, чем покушать, я так считаю. Может быть, у вас другое мнение человека, вы других встречали, я в основном встречал и на исторических примерах убедился, что люди скорее таковы. Да, здесь просто можно логически задать логические цепочки рассуждений, мы понимаем, что насыщение или материальный достаток автоматически не приводит к тому, что человек будет строить готический храм, писать книгу или играть на флейте. Здесь нету непосредственной связи. Но есть обратные примеры, когда человек недостаточно поевший и наоборот изнуряющий себя постом или длительными медитациями и изобретает эти важные вещи. Насыщение это не элемент создания культуры. Это важно, безусловно, мы умрем, если не будем питаться. Но средневековые монахи, не знаю, интеллектуалы, буддистские монахи или, не знаю, художники ренессанса, все они в первую очередь отдавали себя творчеству и не думали о том, что если у меня будет материальное благо, я начну писать картины или что-то подобное. Да, а много здесь еще понимаешь, что человек это все-таки такой достаточно чистый лист по сравнению с многими другими животными на нашей планете. Поэтому очень многое зависит от культурного контекста. Но у меня есть собственное внутреннее убеждение, которое никому не навязываю, что человек это существо смысла в первую очередь. Ему смыслы важнее, чем вообще физическое существование даже, что доказывали многие эпохи, когда люди расставались жизнью ради смысла. Не только с едой, а с жизнью, в принципе. Об этом мы все больше понимаем, но самая яркая в психологических практиках описана Виктором Франклом, когда он говорит о смысловом или о смысловом вакууме, который приводит к заболеваниям, к разложению человека, психологическому, да, психическому, извините. Поэтому так или иначе каждый из нас создает какой-то смысл. Он может быть каким-то более глубоким и обширным, каким-то более мелким, но мелкого смысла не бывает. Для этого человека это и есть который определяет его жизнь, его цели, его взаимодействие с близкими, с другими людьми. Просто все эти смыслы для себя раскрывают. Интуитивно они ими движут, эти смыслы, людьми. Но задача в том, чтобы как в процессе рефлексии или понимания себя задать вопрос, какие смыслы мною движут, что меня направляет, каковы мои цели, что я хочу. А здесь уже возникает проблема. Не все могут ответить на вопросы. Какие мои смыслы, какие мои цели, к чему я иду, чего я хочу, что я после себя оставлю. Да, и ты не сможешь это вскрыть никаким образом и не сможешь доказать их валидность и настоящую какую-то объективность этих смыслов при помощи никаких научных инструментов. Но если ты найдешь какой-то большой смысл, он будет с точки зрения науки какой-то материальной, он будет в любом случае ошибочным. Представлять, что вы строите тысячелетное государство, с точки зрения науки, глупо, но вы, тем не менее, можете в этом участвовать всей страной и скидывать руку в приветствие и строить тысячелетний рейх. Есть смыслы в этом плане конструктивные, неконструктивные? Да, смыслы идут прежде. Долгоиграющие, краткоиграющие. Да, на долгую, эффективную, на краткую. Чтобы закрепить, приведу пример из той страны, что мы недавно с вами, из того региона, что мы недавно с вами рассматривали, Египет. Они себе создали величайший смысл, они по сути всей страной помогали Солнцу вращаться, представляете? Их религия была так устроена, что они всей страной, исполняя свой долг, землепашца, фараона или жреца, они через все это помогали богам вращать Солнце и создавать круговорот. Величайший смысл. Мне кажется, те люди, у которых этот смысл есть, и об этом Франкл говорит, они психологически наименее всего страдают. И даже если ты был крестьянином, который трудился на возведении пирамид внутренне, ощущая, что ты участвуешь в таком глобальном строительстве в этом вселенском процессе Солнцевращения и восхождении императора, возвращения бога на небо, я думаю, что он был удовлетворен хоть и уставший и немного голодный. Да, видите, очень точная иллюстрация. Завершаем двумя краткими вопросами. А, потом попытаемся подвести итог наших сегодняшних бесед. Один вопрос, он метафизический. Может быть, даже мы не будем отвечать, а адресуем всем нашим зрителям. Мария Алабян спрашивает. Я очень кратко, там чуть больше вопросов. Какие знания и на что нужно записать для будущих поколений и цивилизаций? Потому что мы все время сталкиваемся в наших беседах со знаниями, которые вошли в камни, в глининг, табличках, в скульптурах, в каких-то писаниях. Вот это интересный метафизический вопрос. А если в 21 веке, то... Более чем метафизический. Этим сейчас серьезно занимаются ученые. И все основные и главные знания наши сейчас записываются на бумаге и складируются в архивах. Сейчас это есть, это проект по спасению такого человеческих знаний и наследия. Только бумага сегодня зарекомендовала себя как папирус, что в определенных условиях может продержаться долго. Потому что любые другие носители, электронные, тем более... Это удивительно. Это, кстати, по поводу бумажных книг, ребята. И по поводу А4 и ручки. Думайте, думайте. Может быть, вы вкладываетесь в сохранение цивилизации. Где-нибудь что-нибудь взорвется, у вас книжный шкаф и вокруг вас все останется в виртуале. А виртуал это такая эфемерная вещь. Ничего там не останется. Ни фотографии, ничего. Если что-то случится, ничего не останется. А уж тем более, если бы месопотамская культура была построена на ноутбуках и на интернете, мы бы о них ничего сегодня не знаем. Это по поводу носителя, по поводу содержания, если представить... Это отдельный вопрос. Да, это мы потом подумаем. Какие знания, если бы у нас был только один диск или, скажем, объем памяти, ну, не знаю, достаточно краткий, как все знания, опыт человечества, что бы мы выбрали из всех этих знаний? Какие бы знания мы посчитали самыми важными, репрезентативными для будущих цивилизаций? Ну, вот, например, из того, что мы видели в Египте и Месопотаме, уже что-то вошло бы точно. Ну, здесь есть еще один такой быстрый пример по поводу самых лучших носителей и самых важных знаний. Это золотая дощечка, золотая пластина, которая была послана нами на Voyager к другим системам. Да, это, видите, они выбрали золото, потому что это не окисляющийся и наименее подверженный времени металл. И что они там записали? Они там записали лучшие мелодии, звуки, звуки детского смеха, основные... Вахт, как он был. Да, приветствия на основных языках. Много ли мы сможем оставить другим людям? Я не знаю. Вот это как раз очень интересный вопрос. Вне культурного и смыслового контекста, что мы могли бы оставить? Не факт, что много. Да, вот, видите. Будем думать дальше. Этот вопрос... Да, этот вопрос очень интересный. Спасибо, да. Ну и совсем простой вопрос, который я не могу ответить. Ольга Поезд. Вы говорите о прогрессе и развитии. Какая разница? Какое различие между прогрессом и развитией? Я не знаю. Я думаю, что все-таки прогресс — это более сильное слово, чем развитие. Мы можем развиваться в тех или иных направлениях. Скажем так, я бы кратко ответил так, а вы же Владимиру по-своему ответите. Развитие — это более количественное и калькулируемое понятие. Развитие можно посчитать и количественно определить. А слово «прогресс» скорее качественное и ценностное понятие. Мы можем сказать, что мы прогрессируем, если у нас появятся смыслы, ценности. Потому что развиваться можно в разных направлениях, например, развивать медицину, развивать логистику, развивать те или иные вещи. А вот является ли это еще и прогрессом? Для меня это вопрос. Я бы ответил так. Я считаю, что прогресс относительно цели существует. И в этом плане подобный вопрос себе должен задать каждый человек. Не является ли его жизнь просто суетой вокруг поддержания жизни тела, а все остальное — это такой внутренний самообман. Есть ли какая-то внешняя цель, которой это тело и этот разум стремятся, есть ли какой-то внешний проект, в котором он участвует. Потому что я считаю, что для человека разумного, для человека смыслов вот именно такой проект и такой смысл внешний ему и его жизни, они крайне важны. И если вы вспомните свои какие-то самые счастливые времена, без относительно всяких влюбленностей и всего прочего, я думаю, это как раз участие в подобном проекте, который выходил далеко за пределы значимости вашей собственной жизни. Ну, как недавно американцы, точнее, не американцы, а корпорация SpaceX совместно с НАСА запустили первый пилотируемый корабль частный, я думаю, что все 100 тысяч человек, или там сколько их, которые участвовали в этом проекте, в этот момент чувствовали себя наиболее счастливыми, без относительно того, что им выплатят за это премию или не выплатят, смогут ли они себе купить дополнительный гамбургер или не смогут. Вот это вот очень важно ощущение себя вот в этом проекте. Я думаю, что примерно так же себя ощущали и те рабочие, которые разводили пирамид, возвращаясь к ним. Я тогда могу закончить метафорой здесь. Дело в том, что если человек занят только своими непосредственными интересами, ему не нужно прямохождение. Это существо, передвигающееся на четырех конечностях, ищущее пищу или какие-то интересы в кустах на земле. Это такое вот в виде змеи, в виде животного, развивающееся существо. Так же он может продолжить род в этом же положении, в разных ситуациях. Прямохождение это устремленность по вертикали. И все главные архитектурные и культурные явления создавались в вертикали. Готический собор, пирамида, зикурат, башни-близнецы, которых не существует, многие другие вещи. Поэтому вертикаль это интерес, который... Это, кстати, платоновский пример. Люди земли и люди неба. В вертикали говорит о том, что хотя многие наши на земле, нам важны материальные интересы, мы связаны с материальным миром, но наша устремленность, она идет выше. Умение смотреть в небо, умение смотреть вверх, это отличительная черта от человека. Это можно объяснить прогрессом. Вот прогресс, это когда мы смотрим по вертикали. Прогресс, это вертикаль. Развитие, это горизонталь, можно так сказать. Я даже думаю, что все эти современные многие кризисы, экономические, связанные, экономический кризис связан с психологическим кризисом, конечно, безусловно, потому что мы все живем в мире людей и людских дел, связаны как раз с тем, что мы перестали смотреть вверх, может быть, сконцентрировались на какой-то горизонтали, а оказалось, что здесь счастья-то нет. Мы, конечно, живем сейчас сыто, попробуйте сегодня умереть от голода, это нужно очень постараться, в случае лучше в странах золотого миллиарда. В странах золотого миллиарда, да, потому что Индия и Китай и многие другие регионы. Это отдельная культура, мы не будем ни за, ни против, потому что мы просто не можем помыслить, каково это быть негритенком, опухшим от голода в Африке, вот эта фотография знаменитая. Мы не можем это представить, поэтому сложно думать за всех. Но в целом, да, мы живем все-таки в мире, который вытягивает за собой вот этот самый золотой миллиард, так или иначе, а не в мире, который ориентирован на то, чтобы все жили хорошо. Мы будем все хорошо жить, если кто-то будет смотреть вверх постоянно, я вот так скажу. Ну вот, прекрасно. Теперь мы можем обобщить наш путь сегодня. Хотя мы не двинулись в другое культурное пространство, мы его анонсируем сейчас в конце, но мы сделали важную вещь. Мы поделились своим опытом занятий не только историей, но вообще связи со знаниями, увлечениями, с развитием человека. Мы прояснили то, как в какой форме приобретать эти знания, как не затеряться в море информации, с чего начинать, какие последовательные шаги проходить и ради чего затевать все эти приключения. Мы показали метод, алгоритмы и цель того, что связано со знанием. И предчувствующий мотив как формировать мы тоже постарались. Да. Это самый важный мотив развития это создание, конечно, мотивации, интереса, но наш был совет связывать это с вашими практиками, с вашими действиями, со своими ощущениями, запахи, осязания, обоняния, зрения. Поэтому и продвижение в этих вот сферах науки связано также и с тактильностью, с картами, с бумагой, с пером, с путешествиями на места, с видением этих скульптур, картин и так далее. Это не только книги. И созданием этих схем, которые мы вам советовали делать. Так что попробуйте вместе с нами. Я думаю, что во-первых, вам будет интересно, во-вторых, это дает небывалые ощущения такого счастья, внутренней полноты. Вот ты становишься больше внутри. Ты становишься обитателем большого мира, цивилизации. А не просто в узком живешь в таком мире своих достаточно узких интересов. Может, поищу Владимир? Да, я бы добавил, что здесь не пытайтесь стать философом или историком или каким-то ученым узким. Ваш главный жизненный проект это исследование. Исследование вашего собственного существования в тот краткий мир, это миг, это существование, который вам дан. И в конечном итоге ваше существование сведется к исследованию трех точек и их взаимодействия. Три точки это я, другой и мир, каким бы он ни был. Вселенная, Бог, наполнение, может быть, любым, и их взаимосвязи. Что вам для этого потребуется? История, философия, физика, литература, поэзия, все, что угодно, все, что вам поможет лучше определить эти точки и лучше понять их взаимосвязи, все это приведет к тому, что ваше существование будет более наполненным и более осмысленным. Поэтому будьте исследователями, философом в самом широком смысле. Вот мой посыл на этот счет. Совершайте свою одиссею в поисках смысла. Да, безусловно. Мы в следующий раз будем рассматривать Средиземноморский регион, мы рассмотрим его в целом, историю, специфику и посмотрим, как прекратили одномоментно свое существование многие великие цивилизации того времени, что в свою очередь стало предпосылкой к появлению греческого и римского мира. С вами был Владимир Соловьев, Андрей Олегович был мейстер. Спасибо всем, что смотрели. Всего доброго. До встречи. До встречи, да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова